Всем привет, самый сквад и группа фанатов серии Stronghold, и сегодня мы с вами сравним, как пряники и гнуты влияют на сражение. Ну что, начинаем? Как мы проведем эксперимент? Мы взяли одних из самых популярных юнитов для ближнего боя, это конных рыцарей и ассасинов. Их будет в каждом сражении по 100 штук. И составим их сразиться в этом узком проходе в разных вариантах с пряниками, с кнутами и пряники против кнутов. И посмотрим, сколько юнитов у нас останется после каждого сражения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подводим итоги. Мы видим, что пряники действуют одинаково, как на ассасинов, так и на конных рыцарей, подозревая, что с остальными войсками дело обстоит точно так же. Но у нас немножко неожиданные результаты сражений. Как известно, пряники дают плюс 25% хп юнитам, а кнуты минус 25%. Но даже у воинов, у которых было плюс 25% хп, их оставалось значительно больше, и они сражения выигрывали практически вчистую у тех воинов, у которых не было этих плюс 25% хп. А у соперников, у которого еще были кнуты, это минус 25% хп. И в сумме преимущество достигало 50% хп. Результат оказался еще более разгромным. Правда, в процентном соотношении войск, которые остались после сражения, выросло оно не так существенно. Хотя мы преимущество хп увеличили в два раза. С плюс 25% хп до плюс 50%. Что ж, делаем выводы. Пряники и кнуты существенно влияют на исход сражения. Но также не забывайте, что они влияют и на экономику. Поэтому, если вы будете сражаться в следующий раз, не забывайте учитывать и этот фактор. Ну а я буду прощаться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok